Сделаем перерыв на чай или кофе, но для этого нам нужна кружка. Такой обыденный ходовой предмет можно сделать раритетным своими руками в Омской гончарной студии. Для этого нам понадобятся подсказки опытного гончара и глина. Например, МКФ-2 – пластичная керамическая масса. Но чтобы разбудить в ней нужные свойства, необходимо совершить несколько подготовительных манипуляций. Глиняные брикеты загружаются в экструдер – машину для размягчения материалов. Можно, конечно, промять глину вручную, но сил это потребует исполинских. Аппарат же легко и быстро перемешивает глину, избавляет от лишнего воздуха. Пузырьки воздуха в глиняной массе нам не нужны, поскольку при обжиге они могут взорваться. Брикеты или батоны запеленывают в хозяйственную пленку и хранят расфасованными. Для изготовления кружки объемом 300 мл необходимо примерно 350 г глины. Перед липкой мы кусочек глины проминаем. Для проминки используются два способа либо пробивания кусочка глины под ложку, либо промин руками, примерно как тесто. Гончарные инструменты сродни инструментам кондитера. Для взвешивания используются кондитерские весы, для нанесения узоров резные скалки, для отрезания струна. Тут подойдет гитарная металлическая или леска из рыболовного магазина. У современного гончарного круга стильный дизайн, электрический привод, фиксированная скорость движения. Формование изделия на гончарном круге начинается с центровки. То есть мы кладем комочек глины на круг, который изначально не подвижен, мы его не крутим. Просто поворачиваем, похлопаем глину, для того, чтобы она хорошенько прилипла. Наконец разгоняется круг, продолжается проминка. Нужно удалить все до единого пузырьки воздуха. Затем гончар начинает вытягивать стенки до необходимой высоты и толщины, придает форму. Наша кружка будет рифленой, просто так, для красоты. Покружившись четверть часа в чутких руках мастера, кружечный полуфабрикат наконец замирает. Его снимают с круга, украшают ручкой и оставляют в покое на 3-5 дней. Когда кружка потеряет в весе, посветлеет и потеплеет, она готова к дальнейшим преображениям. Высушенное изделие отправляется на так называемый утильный обжиг. Температура должна набираться плавно в несколько этапов до 900 градусов. И мы обжигаем эту глину. Запекание глины – процесс таинственный и закрытый, длительностью около 10 часов. В это время меняются физико-химические свойства материала. Глина становится керамикой. Но воду все равно пропускает, поэтому нужно укрепить стенки сосуда с помощью глазури. Таким образом, первая жидкость, которой опаивают нашу кружку – бесцветная глазурь. Внутренний мир этой кружки после такой манипуляции уже никогда не станет прежним. Тонкий слой стекловидного покрытия похож на этом этапе на матовую пленку. Внешняя глазуровка скорее для красоты. Наносится она кисточками вручную. Украшенная аквамарином и желтой тыквой кружка вновь отправляется в муфельный солярий, а точнее в глазурный обжиг. Так небольшой комочек глины превращается в любимую и неповторимую кружку, содержимое которой согревает и утоляет жажду, а внешний вид радует и вдохновляет.